Добрый день, уважаемые учащиеся! Мы сегодня с вами рассматриваем тему урока страны Америки. Цель и задача нашего урока дать характеристику стран Северной и Южной Америки, ЭГП, ресурсы, население, страны континентов, хозяйство этих стран и районирование. Страны Америки делятся на следующие субрегионы. Северная Америка – это страны США, Канада и Мексика. Центральная Америка составляет более 30 государств, Южная Америка – 15 государств. В курсе экономико-географического разделения Америку делят еще на две части – Северную Америку и Латинскую Америку. В Северной Америке первыми переселенцами были выходцы из Англии, Франции, на востоке Канады и юги США. В Латинской Америке – выходцы из Испании и Португалии. Преобладающий язык в Северной Америке – английский, в Латинской Америке – испанский. Соединенные Штаты Америки и Канада – развитые страны, а остальные страны, развивающиеся, имеют более низкий уровень развития. Начнем мы с Вами с Соединенных Штатов Америки, страны, которая является экономическим и политическим лидером в мировом масштабе. Государство, которое обладает большой территорией, большими запасами, достаточно большим числом жителей своей страны и разнообразным хозяйством. Общая характеристика страны – территория 9,4 миллиона квадратных километров. Административные деления – 50 штатов и федеральный округ Колумбия. Благоприятные климатические условия. Высокий уровень урбанизации – 80% граждан. По устройству Федерация Президентская Республика. Население составляет 311 миллионов человек, третье место в мире. Расовый состав – 82% белые европейцы, 13% черные, 5% другие этнические группы. Первое место в мире по численности мигрантов. На данном слайде вы видите размещение штатов, их границы, столицы и их флаги. Также вы знаете, что каждый штат имеет свое законодательное право. Экономика Соединенных Штатов. Главные, конечно же, условия – это природные ресурсы. Соединенные Штаты богаты природными ресурсами, запасами угля, нефти, газа, меди, цинка, железной руды. Очень разнообразные климатические и природные условия. Исторические предпосылки для развития этого государства, такие как наличие плодородных земель, природных ресурсов, продуманная государственная политика, отсутствие пережитков, феодализма, на территории США не было разрушительных войн и большой приток мигрантов из Европы. В первую очередь – ведущая экономика мира, что составляет 20% мирового ВВП. Самая диверсифицированная экономика мира. Второе место в мире по экспорту. Первое место по импорту товаров. Первое место по экспорту услуг. Соединенные Штаты – основные потребители нефти и газа. Ведущие отрасли в экономике – это авиакосмическое, машиностроение, электроника, электротехника, высокоразвитое сельское хозяйство, животноводство, растеневодство и высокая производительность труда. Экономические районы Соединенных Штатов Америки. Они представлены северо-восток, средний запад, запад и юг. Северо-восток – мастерская нации, кристаллизационное ядро США. Здесь происходит добыча угля, металлургическая промышленность, химическая промышленность, американский рур, Нью-Йорк, финансовый центр. Центрами являются Нью-Йорк, Бостон и Филадельфия. Средний запад. Большое количество ресурсов, водные системы, Великие озера, житница страны, кукурузный штат Айова, машиностроение столицы Дейтроит. Дейтроит, Чикаго, Клинт. Западная часть, экономический район Соединенных Штатов, представлен месторождениями медиа, урана, золота, нефти, Калифорния, научный центр, Силиконовая долина, сельское хозяйство, туризм, здесь же размещается Голливуд. Центрами этого подрайона являются Лос-Анджелес и Сан-Франциско. Южная часть района добыча нефти, газа, сельского хозяйства, хлопок, табак, Флорида, это туризм, Хьюстон, Центральное управление космических полетов, Даллас, Хьюстон и Сан-Антонио. Экономические районы на экономическом поле Соединенных Штатов Америки. Вы видите здесь северо-восточный, южный, центральный и западный район, административное отделение Соединенных Штатов. Помимо так называемой материковой части, Соединенным Штатам Америки принадлежат полуостров Аляска и Гавайские острова. В заключении можно сказать, что влияние экономики США на экономику мира очень велико. Расширение зоны экономического интереса и как следствие возникновение противостояния с другими государствами. Постепенный переезд отдельных отраслей, металлургии, машиностроения в страны с дешевой рабочей силой и низкими требованиями к охране окружающей среды. То есть это территория Латинской Америки и Азии. Соседним государством на севере Соединенных Штатов Америки является Канада. Одно из крупных промышленных экономически развитых государств. Герб, флаг и территория данного государства. Территория Канады составляет 10 миллионов квадратных километров. Второе место в мире. Население 35 миллионов человек. Крупные города Монреаль, Торонто и Ванкувер. Административное деление. 10 провинций и 3 территории. Входит в состав Содружества наций. Богаты природные ресурсы. Страна эта двуязычная. Английский и французский язык являются государственными. Провинция с преобладающим франкоговорящим населением Квебек. Формально монархия. Фактическая республика и федерация. Экономика Канады. Канада богата природными ресурсами. Природные ресурсы это основа ее успешного развития. Запасы нефти, газа, урана, цинка, золота, никеля и других ресурсов дает ей большое начало в развитии экономики. Чистые экспортеры энергоносителей состоит в экономической интеграции с Соединенными Штатами в нафто. Высокоразвитая постиндустриальная страна. Сельское хозяйство имеет специализацию на пшенице и мясной продукции. Ведущие отрасли страны. Горнодобывающая, деревообрабатывающая, целлюлозно-бумажная, пищевая, авиационная, промышленность и сельское хозяйство. Общая характеристика стран Латинской Америки. Страны Латинской Америки бывшие колонии Португалии и Испании. Этнический состав. Индейцы, европейские переселенцы, креолы и африканцы. Страны Латинской Америки стали независимыми в начале 19 века. Высокие темпы роста населения, большая доля молодого населения. Экономическая зависимость достаточно высокая от Соединенных Штатов Америки. Религиозный состав в большинстве жителей страны католики. Народы Южной Америки. Представители трех рас европеоидной, негроидной и монголоидной. В результате смешанных браков появились самбо, мулатки, метисы и креолы. Это территория с государствами Южной Америки. Самое крупное государство Бразилия. Аргентина, одно из больших государств. Следующее это Центральная Америка, в которую входит 30 государств. И государство Карибского региона. Природные ресурсы Латинской Америки. Богатые. В чем они выражаются? Нефть, железная руда. Размещаются в таких регионах, например, нефтяные месторождения. Это страны Венесуэла, Мексика, Эквадор. Железная руда добывается в Бразилии, Венесуэле, Чили, Перу и Мексике. Медная руда, Чили, Перу, Мексика. Бокситы, Ямайка, Суринам, Бразилия. Драгоценные металлы, Колумбия, Бразилия, Перу. Значительные гидроресурсы. Далее, большой запас тропических лесов. И достаточно разнообразные рекреационные ресурсы. Особенности экономики стран Латинской Америки. По уровню развития опережают развивающиеся страны Азии и Африки. Снижается доля сельского хозяйства, растет доля обрабатывающей промышленности. На Бразилию, Мексику и Аргентину приходится 2 трети промышленного производства. В добывающей промышленности 80% – это добыча топлива, 20% – рудного сырья. Сельское хозяйство занимает относительно высокую долю ВВП, особенно в Центральной Америке. В сельском хозяйстве высокотоварное производство сочетается с мелкотоварным. Ведущая отрасль в сельском хозяйстве – это растеневодство и монокультурность. Специализация сельского хозяйства – кофе, Бразилия, Колумбия, Батемала, сахар, Гаяна, Коба, Белис, бананы, Эквадор, Гондурас, Панама и пшеница. Вот такова характеристика особенностей экономики Латинской Америки. Мы заканчиваем тему, и вы получаете домашнее задание, которое заключается в чтении текста учебника по теме «Подготовить контурные карты экономика Северной и Южной Америки» и ответить на вопросы по теме урока. Вопросы будут следующими. Почему Латинскую Америку называют кладовой мира? Какие страны промышленности региона являются отраслями его международной специализации? Какие страны определяют индустриальный облик Латинской Америки? Какие факты определяют быстрый рост городов Латинской Америки? Пятый вопрос. Какова экономическая и политическая роль США в развитии данного региона? Шестой вопрос. Какими субрегионами Азии можно сравнить Латинскую Америку по уровню развития? И седьмое практическое задание. Сравнить по выбору две страны Северной и Латинской Америки по плану. Спасибо за внимание. До новых встреч.